По мнению российского эксперта, как показали два года после подписания трехстороннего заявления, армянское население не хочет реванша, оно хочет спокойной и хорошей жизни. Глава Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал порталу Москва, Баку, что подписанию мирного договора мешают только политические игры. Между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор. Пять принципов, представленных Баку, выглядят конструктивными и логичными, это первое, взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга. Второе, взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем. Третье, воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях. От применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от других обстоятельств, не соответствующих уставу ООН. Четвертое, делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. Пятое, открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Все логичные, конструктивные шаги по потенциальной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в данных принципах зафиксированы. Многие из них, зафиксированы в трехсторонних заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении, и ничего, в общем и целом, не мешает их взять и реализовать, а не тянуть время. Потому что реваншистские настроения внутри Армении, на которые многие ссылаются. Когда говорят о том, почему Пашинян, не хочет реализовывать трехстороннее заявление, скорее политический ход заинтересованных сил в армянской диаспоре за рубежом. Потому что, как показали два года после подписания трехстороннего заявления, армянское население не хочет реванша, оно хочет спокойной и хорошей жизни.